В последние годы вопросы сохранения родного языка и культурных традиций коренных малочисленных народов Севера поднимаются и обсуждаются на различных уровнях – региональном, межрегиональном, федеральном и даже международном. Несмотря на то, что в нашем регионе Ненецкий преподается в нескольких школах, как основной предмет, все меньшее количество коренного населения говорит на родном языке. Тему продолжит Александра Литкова. С каждым годом все меньше людей среди коренного населения говорит на ненецком языке. Если 20 лет назад родным языком в регионе владело более 2000 представителей коренного населения, то на сегодняшний день порядка 700 человек. К тому же возраст носителей языка чаще всего за 40 лет. Мы периодически эти вопросы поднимаем на съездах, на разных конференциях. И причем эту проблему мы озвучиваем не только на территории Ненецкого автономного округа, и за пределами, и на больших всероссийских конференциях, съездах. Этот вопрос касается каждого коренного малочисленного народа Севера Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, а их 40 национальностей, которые испытывают такие сложности, трудности. На сегодняшний день для популяризации ненецкого языка проводятся различные акции и мероприятия. Такие, как «Говорим по ненецки», конкурс «Сбережем родной язык», «Олимпиады», а также выпускается детский журнал на ненецком и русском языках «Пунушка». Впрочем, все эти меры будут бесполезны, если в семье на родном языке не говорят. Нужно отметить, что именно семья, детский сад, школа, вот эти, наверное, пожалуй, таких три важных таких института, которые в целом могут повлиять на интерес к родному языку. Сейчас ненецкий язык в окружных школах преподают всего 25 учителей, средний возраст которых 47 лет. Матрёна Ивановна Толеева – педагог с 50-летним стажем. Все эти годы обучают детей родному языку в ненецкой школе-интернате имени Пырерки. Урок ненецкого языка у нас проходит так же, как все уроки по программе. У нас полностью планирование. Программы я придерживаюсь, это программы ямальские наших коллег. И планирование тоже составляю, потому что так как дети у нас должны в совершенстве овладеть и знать все навыки, которые обычно бывают на Олимпиадах. А на Олимпиаду обычно у нас дети едут на Ямал. Как предмет ненецкий язык преподается по одному часу в неделю в восьми школах округа, с первого по девятый класс. В шести образовательных учреждениях его изучают в качестве факультатива. Что касается подготовки молодых кадров для преподавания родного языка, то работа в этом направлении ведется постоянно. Только желающих стать учителем ненецкого языка не так много. Работа постоянно ведется по привлечению выпускников образовательных организаций для поступления в Институт народов Севера в Санкт-Петербурге. Им выделяется льготное место. И нашим выпускникам предлагается поступить на данную специальность. Несколько лет назад в регионе стартовала планомерная работа по переизданию литературы на ненецком языке в рамках государственной программы сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в ненецком автономном округе. А в прошлом году началась реализация пилотного проекта по преподаванию родного языка в дошкольных учреждениях. Эти пилотные площадки созданы в школе поселка Каратайка, поселка Красная и поселка Бугрино. И 68 воспитанников в детских садах изучают ненецкий язык в дошкольной образовательной организации. Работа на данных пилотных площадках интересна тем, что здесь привлекаются семьи, чтобы распространить культуру ненецкого народа, чтобы изучить ненецкий язык. Привлекаются родители для популяризации, для использования его у себя в семье, дома. По данному направлению, по преподаванию ненецкого языка в дошкольных образовательных организациях работают 13 воспитателей. Всего ненецкий язык изучают 730 школьников. При этом, по словам педагогов, дети учат его на уроках, но не используют в быту.